Лариса Гузеева А жених у нас Алексей Какой вы красавчик Здравствуйте Алексей, 38 лет После полутора лет счастливой совместной жизни Супруга забрала ребенка и скрылась в неизвестном направлении Алексей частный юрист Гордится своим интеллектом Мечтает приобрести дом Предупреждает, что чутко спит и не любит домашних животных Алексей не свяжет свою жизнь с обладательницей пышной груди И слишком высокого тембра голоса Женится на милой, длинноволосой, спортивной красавице Избирательной выборе еды и мужчин 38 лет Жена ушла, когда вам было, я так понимаю, 18, да? 19 19 И что, прям даже мы синюничные записочки не оставила с причиной ухода? Вы знаете, да Собрала вещички, ушла и даже не объяснила Во сколько лет женились? Мне было 18 А ей? Ну, я тоже на то время исполнился 18 лет Что-то рано как-то Вот вы поженились, у вас родился ребенок Да И вы считаете, что у вас, ну, с ваших слов, у вас полтора года было безоблачное счастье? Да, все было Вот прямо вот все хорошо И родители, и свекровь, и теща, все были за И было где жить, и была работа, и были деньги, да? Примерно так Были, конечно, какие-то моменты Трения, да? Трения всегда А в какой почве? Теща Где-то недолюбливала, где-то считала не очень меня хорошим Но по большому счету, было отдельное жилье, была работа И в принципе Отдельное жилье чье? Мы снимали на то время И однажды приходите, и дома газеты летают Нет, после работы вернулся, никого нету Жены нету, сына нету А вещи? Вещи были на месте Ну, как водится, сразу же звонишь теще, например, и говоришь Моя не у вас? Да, примерно так и получилось, что я набрал Теща сказала, да, они у меня Через два дня обещали вернуться И, собственно, она приехала Собрала вещи И совсем уехала А, ну, значит, это все-таки с ней у вас была возможность объясниться? Да, попытался с ней объясниться Узнать, что случилось, да, почему, какая причина развода, да Почему она стала так и ушла Толкового ответа я не услышал Это для себя, там, я коточку это время понял Что поняли? Что она ушла, ну, к первой любви к бывшему мужчине своему С ребенком, с вашим мужчиной? С ребенком, да Между прочим, со школьной сканины некоторые женятся Выходят потом с семьями и с детьми И вообще счастливые И в восемь, наверное, тоже И вот вы зажили самостоятельно, свободно Были, наверное, попытки снова устроить свою жизнь Да, были отношения Были отношения И что в них не получалось? Почему? Вы знаете, первый брак для меня получился некий такой скелет в шкафу О котором я никому, в принципе, не рассказывал Да, как-то почему-то для себя посчитал Что это, наверное, очень плохо для молодого парня И следующие отношения будут, наверное, не очень Плохо что? Ну, то, что у меня, да Есть прошлое Ну, и что есть прошлое? А платили алименты? Вы знаете, некоторое время поплатил, а потом перестал Потому что вы не знали, где она находится Она не рвалась особо к вам навстречу И не было в этом необходимости, да? А, скорее всего, наверное, не было такого четкого понимания, что за свои, наверное, ответственности нужно взять себе ответственность, да? Слушайте, у моей подруги 19-летний сын завел ребенка на стороне от женщины, которой 40 И моя подруга говорит, что ты надела? Зачем? Говорит, ну, а что, у нее никого нет, она попросила Святая простота Она попросила, а что, говорит, ты в клубе познакомился, она хорошая, ее жалко, она директор, там, сказала, мне только от тебя нужен ребенок Но она попросила Понимаешь, вот И тут только руками вот так разводишь и думаешь, ну, попросила, на тебе ребенка Он, получается, не воспитывал даже ребенка своего А когда вдруг вам захотелось разыскать? Наверное, год тому назад пришло понимание, да, что нужно Разыскать Разыскать, восстановить отношения, наладить отношения, да? Ну, конечно, пацану уже 20 лет, он уже парень, и вы уже можете с ним тусить по клубам уже Ну, такой вот, знаете, это даже как бы этим можно и хвастаться 20-летнего иметь, может быть, он выше вас на голову, копия вас Почему бы и нет? А у него другая жизнь, у него другая судьба Может быть, и не надо? Нет, надо Надо? Конечно, надо Ну, у вас есть возможность сейчас обратиться к нему, вот прямо перед вами камера Этька, привет! Я понимаю, что в этой жизни люди совершают ошибки Кто-то их признает, кто-то не признает Можно долго смотреть назад, горевать по прошлому Но я хочу сказать, что есть настоящее, да? И в этом настоящем есть новые, хорошие отношения с чистого листа Что я тебе предлагаю? Давай встретимся, поговорим, расскажем, что было Друг другу все простим И с нового листа начнем новые отношения Да, вот если он это осознал, у всех за плечами какой-то багаж Вы гордитесь своим интеллектом, он у вас какой-то особенный? Ну, не то чтобы особенный Есть определенные нюансы этого интеллекта, да? Которые я отслеживаю и, бывает, когда-то горжусь им Я очень иногда люблю учить людей Вот, пытаюсь всем что-то доказать И бывает, как часто, да, люди не воспринимают точку зрения, да? А все же хочется доказать, что там, ты не прав или я прав, да? А они просят у вас этого совета? Вот они вас высылают, они прямо говорят Леха, без твоего совета шага не сделаю Или они говорят, а мы тебя не спрашиваем А мне вообще неинтересно твое мнение Да нет, не спрашивай По большому счету, никто не спрашивает совета Ну, как ты, Маш, сама любишь учить Друг другу главное бы не учить А вот к интеллекту, раз вам так важен интеллект А размер груди вашей будущей, суженной, вам важен? Или только интеллект и внутренний мир? Нет, интеллект ему в девушке не важен Ему важно, чтобы она давала возможность ему давать советы И признавала его самым умным Он же впрямую про это говорит Но все-таки размер груди не важен? Нет, важно, конечно Не нравится большая грудь? Да, зачем большая? Ну вот, вот такая Самый раз Я... у меня, к счастью или к сожалению Небольшой размер груди Я думаю, если он этого хочет, ему понравится Но у вас еще были вторые длительные отношения Расскажите Да, были отношения с девушкой Они продолжились три года Мы с ней познакомились на работе Вместе мы не жили Просто встречались Долгое очень время Когда пришло время вместе жить Вопрос стал с квартирой, с жильем И вот тут-то как бы Началась такая некая бытовуха Где все скрылось А бытовуха была в виде собаки Потому что для собаки, для овчарки Нужна была дополнительная комната Да, был маленький пункт Что собака это полноправный член семьи И ей нужна отдельная комната Собака всегда была приоритетом И на этой почве очень часто были скандалы Кстати, вы же не любили выводить И вообще не любите И так к собачкам Еще гулять ее выводить надо было Скажи, пожалуйста Собака это страсть его девушки А почему он должен не досыпать Алексей Дышать с запахом этой собаки Ему не любит человек собак Очень хорошо Поэтому мы насчет мира животных И пристрастия наших потенциальных невест Тоже будем на это упор делать? Конечно, да Если это квартира И там собака здоровая То, наверное, неприемлемая Мне кажется, ревнивый он Еще говорят, лысые мужчины очень ревнивые Это у них много тестостерона Алексей, ну последней каплей все-таки Стала не собака А то, что вы пошли с ней в ресторан Да, был прецедент Пошли мы в ресторан Хорошо отдохнули Поели, попили И почему-то она решила в этот раз Оставить чаевые официанту Ну вот, решила И стала меня дергать Оставь да оставь А вы не оставляете чаевых? Не всегда Она пристала, говорит Оставь да оставь Оставь да Говорю, да не оставлю Хочешь оставлять свои деньги Да что ты ко мне-то лезешь На этой почве мы разругались Она сказала, что вы жадный Да, она сказала Ты жадный Не даешь людям заработать Я говорю, ты знаешь У нее зарплата Так же работает И если ему что-то не устраивает Пускай идет работать на большее деньги Ко мне такие-то вопросы На этой почве, да Прошел скандал И чаша терпения, говорится Перелилась Ну а перед женщиной Все-таки немножко Даже не покрасоваться А показаться лучше Чем ты есть на самом деле А зачем красоваться? Ну мы все так делаем Жизнь такая Мы все хотим казаться Не тем, кто есть на самом деле Красим ресницы себе Закрашиваем седину Мужчины тоже Немножечко фанфаронятся Вот и вся суть отношений Что ты в отношениях Такой, как ты есть Если ты хочешь Потому что ты прекрасен Лариса, тут дело все сводится к тому Что Алексей со своей огненной луной Искренне считает, что он и так прекрасен Зачем приукрашивать себя Зачем фанфарониться Когда девушка должна и так признать его Если не признает Ну значит это не мой человек Не моя девушка Поэтому чаевые Это такой спорный вопрос в его случае Мне кажется, девочки Он скупой Копеечка к копеечке Да не дай бог А мне такой не нужен Если может, конечно, он сейчас так говорит Так какая девушка подойдет? Та, которая нам покажется Немножко выскочкой, скажем так Потому что именно эта девушка Алексея заинтересует И способна будет удержать Вы в вечном конфликте с своими партнершами Психологическом, не внешнем конфликте И оппозиция Плутона к Луне Говорит о том, что вы Выбираете себе ярких девушек А потом пытаетесь их заткнуть за пояс Слишком сильно пытаетесь Оказать свое влияние на нее Поэтому если вы от этого избавились уже Если вы к 38 годам понимаете Что бессмысленно конфликтовать с близким человеком Хотя потягаться, наверное, иногда интересно Иногда отношения бодрит и заводит То я считаю, что уже сможете обрести свое личное счастье Если будете продолжать что-то доказывать Да еще и мощно доказывать Как вы до этого делали Но, боюсь, отношения не сложатся Мне Василиса очень нравится Она такая миленькая Да Проходите, знакомьтесь с первой невестой Алексей, привет Привет, меня зовут Маша Привет, Маша Ты знаешь, у нас есть с тобой одна общая страсть Это спорт И, надеюсь, мы сможем заниматься им вместе Возможно Посмотрим Проходите Мария, 31 год Персональный тренер Мечтает стать чемпионкой по бодифитнесу Гордится тем, что самостоятельно купила квартиру И подняла двоих детей Признается, что готова отдать свое сердце человеку С опытом несчастной любви Мария в борьбе за свою любовь Одержала победу над соперницей И недружелюбной свекровью Но помочь мужу победить страшную болезнь Не смогла Надеется, что после знакомства с Алексеем Ее жизнь заиграет новыми красками У вас двое детей Девочка старшая, Лизавета, младшая? Старшая, 10 лет будет А второй сколько? Будет 5 От одного мужа все? Да Она на эту, на качу лели похожа, кстати Чем-то Слушайте, я знаю, что у вашего мужа была женщина Много старшего, да? Когда мы познакомились Как вы боролись-то? Да, на 16 лет старше него Что ему с бабушкой все это было делать-то? Ну, видимо, молодой растущий организм пришел с армии На тот момент это было 12 лет назад Но после знакомства со мной Он сразу ей сказал Что если я встречу достойную девушку Наши отношения на этом закончатся Не выяснялись с ней отношения? Нет Он просто позвонил и по громкой связи сказал, что все Мне кажется, он ее не выберет У соперницы удалось отвоевать мужа А у смертельной болезни нет? Нет Он заболел? Заболел Страшно болел? Заболел он, когда родилась вторая дочь Жили мы с его родителями Но отношения с его мамой не очень сложились Почему? Когда я родила ребенка Были какие-то, скажем, вторжения в личное пространство Ну, может, она хотела научить вас чему-то Ну, не знаю, там, посоветовать Ну, возможно, тоже, может быть, молодая была, неопытная И не хотела слушать советов Но, тем не менее, через год мы переехали на другую квартиру Мы сняли квартиру Начали жить вместе Следом родился второй ребенок И через год после рождения муж заболел страшной болезнью Вы боролись, вы не опускали руки Вам удалось собрать деньги Вы его отправили в Израиль Да, помогла благотворительная организация Да, с его работы помогли Мы отправили его в Израиль Сделали пересадку костного мозга Через полгода он вернулся домой Ну, вот что удивительно Его мать вам говорила, ну, с ваших слов, да Страшные вещи Типа, что она бы на вашем месте его давно бросила Практически Когда он уже излечился То есть перед рецидивом Перед тем, как его отпустили домой врачи Она мне сказала, что Маша, мы бы тебя поняли, если бы ты его оставила Может быть, она видела, что вы плохо ухаживаете за ним И хотя бы таким образом Она хотела его забрать к себе Чтобы продлить ему жизнь, чтобы ухаживать Я не знаю, чем она мотивировала это Может быть, это были слова поддержки Наоборот, она вас хотела бы вообще сказать Слушай, если бы ты его бросил Мы бы даже в этом случае тебя поняли Но ты за ним ухаживаешь А свекровь не боялась, что именно вы квартирку? Ну, там был свой момент с квартирой Вы были прописаны у них? Да И вы, и дети, да? Да Была прописана только потому, что дом был в аварийном состоянии И должно было быть расселение Но в итоге, после его смерти, мы разъехались Я благополучно купила квартиру им и купила ее себе Поэтому сейчас у них есть квартира То есть обид ни у кого нет А он единственный был их сын? Нет, есть старшая дочка Не дай бог кому-нибудь такое пережить Сегодня какие у вас требования? Кого вы хотите? У вас есть квартира? Есть где жить? Есть, наверное, на что жить? Правильно? У меня есть стабильная работа престижная Да, я персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу В своем городе, достаточно известный А где? Откуда? В каком городе? Железнодорожный Московский област Это здесь, это практически Москва Вы в Москву или предпочтительно, чтобы к вам? Я думаю, что договоримся всегда Что касается меня, я всегда за своим мужчиной последую, где бы он ни был Правильно Я готова молодежь, но тебе нравится Мне нравится, что вы так об этом говорите, я абсолютно уверена А зачем вам нужен мужчина, у которого есть опыт несчастной любви? Он вам зачем? Потому что у этого мужчины за плечами, значит, уже есть какой-то опыт В плане того, что он знает, что это Знает все-таки страдания, что-то пережил, он меня поймет, я его пойму Сможет переживать вам Да Просто ей нужен мужик, и все Прям вот мужик Алексей сидит, вот ему в 38 лет вздумала разыскать своего сына Он больше не хочет этого скелета в шкафу держать Правильно ли поступает? Как вы считаете, вот вы, женщина, своим сердцем? Нет, то, что общаться с сыном обязательно надо Он его не знает, он его не видел два с лет Он нужно начинать общение, лучше поздно, чем никогда Скажите, вы хотите еще детей? Да А вы? Да Да? Прекрасно Что для вас в жизни принципиально? Принципиально? Пример, чтобы муж выносил ведро Или чтобы вам выдавал два раза в месяц по 100 тысяч евро Ну, что для вас важно? В принципе, я не привередлива Делать все могу сама Я не считаю, что мужчина должен мыть посуду или что-то Ну, все, значит, будете все делать сами Не, не, я встану все сделала, приготовила Завтра в постель, на работу, до вечера То есть вы сами все будете делать И упохавшись, еще будете его ублажать Изъявить желание, конечно, пускай Достаточно сильная женщина Не только духом, да, но и... Кулаком Кулаком, да То есть, ну, как бы, я думаю, что эта женщина не даст ни себя, ни своих детей в обиду На что будете обращать, в первую очередь, внимание, когда к вам, допустим, Алексей придет первый раз в дом? Как он будет общаться с моей мамой? Познакомиться С мамой или с детьми? За детей я не переживаю Они просто, будучи, скажем так, три года без папы, младшая практически не знала И вот, что касается... Все говорит не так, все неправильно Вот если к вам в первый раз придет мужчина в дом, зная, что у вас двое детей И не принесет им по игрушке, по шоколадке Он никогда им не будет ничего не дарить и не будет ими заниматься Понимаете, это тоже привычку быть внимательным нужно в мужчине воспитывать Тем более, если запоренелый холостяк, который не знает, что это такое И еще, если женщина с самого начала объявляет, что ей ничего не нужно, она все сама может Значит, вам ничего и не будет дадено, и вы все будете сами делать Наоборот, какие-то требования предъявите сейчас Алексей скажет, с этим я справлюсь, вот это обсуждаемо А вот это я никогда делать не буду Пожалуйста, у вас есть возможность Мужчина должен обеспечивать семью, зарабатывать деньги А сколько вам надо? Ниже какой планки вы не рассматриваете Ну, конкретной цифры у меня нет Ну, тогда, значит, вы точно, любой вам мужчина подойдет Только потом и мозг не выносите, что он вам не столько приносит Но дело же не только в деньгах Если вам мужчина не понравится, сколько бы он не зарабатывал Он будет зарабатывать 30 тысяч 15 из них он будет тратить на марки каждый год 10 на новые носки, потому что у него будет такая вот феня А 5 тысяч на метро Не меньше 100? Все, определила Что не меньше 100? Зарабатывать Он должен? У вас есть три бонуса Общение наедине С князь в шкафу И семейная тайна или традиция Общение наедине Ходите, общайтесь АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет еще раз Привет Классная тату Спасибо Вот Нормально отношусь к татуровкам Хотя я считаю, что женщина уже изначально рождена Да, уже прекрасная Прекрасная И добавлять, в принципе, еще нет Да Ну, если сделала, так сделала Очень недавно Я, наверное, бы смотрела на многие пороки мужские Ну, не пороки, а недостатки Так Сквозь пелено Единственное, мне кажется, что неискоренимое Это жадность Это так немудро Когда мужчина жадный, он сам себя обделяет Вот, мне кажется, не давать чаевые Это одно из этих Ну, это такое жлобство Не при нем как-то мне не хотелось говорить Ну, это не хоро Ну, хоть сколько-то Ну, люди ломаются Это их единственный зарплата Какая у них там зарплата? Предполагаю, что все-таки ситуация была такая Либо девушка слишком давила Либо он пытался ее поручить каким-то образом На зло А в результате, да, на зло получилось так Ну, то есть ты по картам там не видишь, что он жадный Он не жадный Уже для меня жадный Патологическая жадность идут точные Нет, да? Ты любишь отдыхать? Я люблю отдыхать, но пока не получается Как? Активно Ну, как активно? Кто-то на лыжах катается На лыжах бы с удовольствием, но не каталась Где-то на курортах не каталась на лыжах А почему времени нет для отдыха? Потому что много работаю Последние три года работаю, чтобы обеспечить и детей, и маму Сколько ты еще готова детей? Если мужчина готов обеспечить, то деньги бесконечно Бесконечно, да? То есть двоих, в принципе, нормально? Нормально Троих всегда хотела Потому что дети цветы жизни Кроме работы чем вообще занимаешься? Ну, кроме работы Я понимаю, что ты работаешь практически Я работаю очень много и работаю практически, да С утра и до ночи С перерывом буквально там на обед А есть какие-то вот знаки, которые... Да, есть люди с пораженным С Сатурном Например, квадрат Сатурна с Меркурием Очень часто дают прижиме Вот я знала весы Октябрь, да, это? Это октябрь, да, весы Но это не со знаком зодиака связано Это связано с более тонкими моментами в гороскопе То есть патологически был уже один человек Вот даже с жалкой Потому что как-то смотрела так с жалостью, думаю Ага, да-то все при деньгах Нет, а чем больше... Вот если так будешь плыть Вот так точно утонешь А если вот так, проплывешь долго Понимаешь? Господь не дает тем, кто вот так все время Даже по закону энергетического равновесия Считается, для того, чтобы к тебе приходило Нужно избавляться То есть деньги должны уходить для того, чтобы приходило Действительно, как бы ты работаешь каналом Так, Алексей, у меня сейчас будет сюрприз подготовлен Вот с твоим участием Ты мне должен будешь помочь Но для этого мне нужно будет подготовиться Тебе нужно будет выйти Ну, надеюсь, когда-нибудь я смогу подготовиться и при тебе Хорошо А где ваша невеста? Вы как синяя борода? Она уже к нам не вернется никогда Невеста осталась делать сюрприз Ага, переодевается Да? Ну, ясно А что-нибудь узнали? Да, проблема с отдыхом Уж какая проблема? В чем же проблема? Нигда не отдыхает, негде отдыхать Слушай, ты сам знаешь, что Настя Мне кажется, вы с женихом отлично смотрелись Вы в одном цвете, в одном костюме Так, может, мы быстро поменяемся с тобой? Вы так попереживали, что наша Мария не отдыхает А с вами будет отдыхать А с вами будет отдыхать? А с вами за ваш счет будет отдыхать? Так мы же, у нас семья будет единый А вы сколько будете своего бюджета отдавать в общую? Сто процентов А брать оттуда сколько? Молодец какой Что значит брать? У нас будет все общее, мы будем делить Обсудят, действительно Нет, нет, делить Вот я по поводу делить Сколько вы себе на карманы расходы и так далее Будете брать? Да, мы распишем четко бюджет, кому сколько надо И будем двигаться в этом направлении А бюджет будете проверять, расписанный бюджет? Нет, зачем же? Нет, 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 зачем? А тогда зачем расписывать? Ну, чтобы мы понимали, сколько нам нужно на отдых Сколько детям, сколько отдыхать Тогда писать надо Ну, мы запишем, да Ой, у некоторых такая хорошая память, что и писать не надо Мой муж знает плюс-минус 500 рублей, куда я делаю Три пары колготок 1400 Будет зашивать внизу с носка Невеста готова Молодец, вот это вот это, оно всегда вот поможет Вот струльничка просто Раз, два, три Вот как у него нога поднимали Все Влезай, влезай АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, а попа своя или силикон Своя? Вы приятная, у вас Нет, не каменная Это про абсолютно женственное приятное Проходите в свою комнату Восторг Восторг Ну и так вам, девушка Маша Хорошая Маша Но не ваша? Пока не наша Чего сказала, хорошая Маша, да не наша? Да Это что значит? Зря? Пока Не наша Роза? Ну мне Машу, конечно, понравилось Алексея, но вы меня все разочаровываете Разочаровываете, честно говоря Но я бы не стала бы вставать на живой женщине Я тоже не понимаю, как у вас нога поднялась Вот извините, пожалуйста Тогда не получился бы сюрприз бы И она бы не смогла меня порадовать чем-то А так она сделала, готовилась Да, порадовала вас Порадовала Удивила Что звезды? В Дао Дэдзин сказано Нет ничего податливой воды Но твердой ее не победит Вот она демонстрирует нам просто воочию силу воды Абсолютно водный гороскоп С одной стороны Мягкость, женственность, солнце, луна и Меркурий в рыбах Податливость, готовность любить Готовность прощать С другой стороны, две мужские планеты восходящие Которые задают внешне этот жесткий облик Но тоже в водном знаке Конечно Это же рыба у нас Вот я ей советую Ну скажем так Не слишком засидеться Уж не слишком серьезные испытания мужчинам устраивать Для того, чтобы не переломить следующего своего избранника А я вот и добавить еще хочу Машенька, двое детей Пожалуйста Мне кажется, здесь все-таки в приоритете Должна ярко выраженная Ну доброта, что ли Ее вот чувствовать надо к детям К сожалению, вы же очень жестковат Крайне, конечно Проходите, знакомьтесь с невестой Привет, меня зовут Виктория Надеюсь, мы найдем с тобой общий язык и подружимся Привет, Виктория Пойдем Пойдем Спасибо Аплодисменты Виктория 27 лет Помощник директора в крупной компании Гордится своими длинными волосами Мечтает купить кошку редкой породы Предупреждает, что не любит готовить Виктория с трудом уберегла свои волосы от ревнивой соперницы Но сберечь свою любовь не смогла Надеется, что рядом с Алексеем она обретет свое счастье Здравствуйте, Рапунцель Здравствуйте Я представляю, сколько женщин мечтали повыщипывать да повыдергивать Ну, задушить вас этими волосами Да, были такие мечтающие Ну, или спастись, откуда-то спуститься Так прямо, так и вижу Я бы хотела вам презентовать капкейки, которые я изготовила сама Пожалуйста, угощайтесь Ой, какая прелесть Это что, сама, что ли? Да Это для похудания Вчера пекла 130 Сегодня еще можно Ночь пекла Это она подкупить Подкупить Ну, так что там за история была с женатым мужчиной? Да, у меня была история с женатым мужчиной Я познакомилась с ним на работе Это был мой коллега А вы чем занимаетесь? Я помощник директора в IT-компании Ну, то есть секретарша Нет, помощник Секретарь, это немножко другие обязанности А в ваши обязанности что входит? Что вы им помогаете? Помогают, делают все Работа с документами Организация встреч, совещания А волосики прибираете, когда идете на работу? Прибираю, да То есть они мне самой мешают, в принципе И в косу, и в другие прически Стараюсь убирать, потому что неудобно Да, я познакомилась и знала, что он женат Сначала я никаких планов на него не строила Но потом так получилось, что влюбилась, он влюбился У него была жена, жена была уже беременна Вторым ребенком Вот такая история А вас это не смущало? Меня это смущало, да Но потом, когда чувства меня полностью захватили Если бы он просто планы не строил, даже если бы он просто вас обжимал бы по коридорам рядом с офисом вашим Это было бы уже безнравственно, тем более, что жена носит под сердцем его ребенка Тем более, как правило, если жена беременная, мужчины зачастую именно в эти моменты изменяют и ищут себе Нет, он сказал, что уже на тот момент, когда был первый ребенок, их отношения испортились И именно вторым ребенком жена хотела улучшить их отношения Вот это подло, мне кажется Вообще подло Особенно если ты знаешь, да, о том, что женщина в положении А она такая негодяйка с женатым мужчиной Ай-яй-яй, ай-яй-яй А как прознала вас его жена? Предполагаю, что это были соцсети, потому что сейчас очень легко что-то узнать А вы выкладывали фотографии совместные? С ним нет, никогда не выкладывала фотографии Может быть, кто-то ей сказал Может быть, коллеги, которые знали и его, и ее И они просто предупредили, что у нас такая пункция есть Вот у тебя есть возможность ее задушить, ее собственными волосами Да, она прознала и приехала Соответственно, я не знала, что она приедет Я решила сделать любимому своему сюрприз Решила приехать к нему в гости, ничего не сказав А к нему куда? Домой К нему домой Он снимал здесь квартиру, он вообще сам из Германии И вот он стоит у парадной со своей женой Вы не знали, что она жена, да? Я поняла, что она жена, потому что фотографии ее он мне показывал И стоит беременная жена То есть он стоит, ваш любовник, с беременной женой? Да, она сразу все поняла А тут вы подходите и что ему говорите? Я ему говорю, в чем дело То есть он меня не предупредил, я не знала, что она приедет Он растерялся, она сказала, садись в машину И они уехали Я перед этим сказала, что поговорим позже А вы ему сказали, в чем дело? Как это ты сидишь и стоишь, разговариваешь Со своей беременной женой? Просто он мне обещал развести Сказал, что я ей скажу, я с ней поговорю Обязательно разведусь, я тебя люблю Ее уже давно не люблю, с ней плохие отношения Значит, вот вы Помотали нервы ему Беременной этой женщине несчастной Он появился потом, чтобы объясниться с вами? Да, он приехал через пару часов ко мне Мы с ним поговорили, все обсудили Он сказал, я с ней поговорю, я ей все расскажу И я с ней разведусь обязательно То есть у него не стоял вопрос Разведусь или нет Он не брал время на подумать Он сказал, я точно разведусь Он развелся с ней? Да, он с ней развелся Скажите, после того, как он развелся, он сделал вам предложение? Нет, к сожалению, предложение он мне не сделал Он сказал, что ему достаточно того опыта Который у него был И жениться он не хочет, хочет жить гражданским браком Вы жили с ним гражданским браком? Да, я прожила с ним три года Слушай, мне кажется, она прям такая настоящая любовница В чем все закончилось? Он начал мне ревновать очень сильно Потому что я подрабатывала в модельном бизнесе Он начал ревновать мне, когда я ездила на съемки Постоянная ревность Потом начал упрекать меня в транжирстве Что я очень много трачу денег Хотя такого не было Его? Нет, вообще, у нас был совместный бюджет А на что вы тратили? Да я ничего такого не покупала Обычные вещи Одежда, косметика Ну, она всегда такая То есть он даже колготками попрекал мне Скажите, пожалуйста, а он помогал своим двум детям? Да, он переводил деньги им ежемесячно А вот по поводу транжирства Вот вы хотите, прям мечтаете кошечку редкой пары? Да, очень мечтаю Это какая-то такая кошка? Сервал африканский Это что, она 400 тысяч стоит? Да Это вы считаете, что это не транжирство? Я собираюсь это приобрести тогда, когда у меня будет возможность Вы не москвичка? Нет, я из Омска А давно приехали в Москву? Шесть лет назад Провинциалы кругом, одни провинциалы Подоехали Подоехали Скажите, а не жалеете о том, что семью разрушили? Нет, не жалею Почему? Отсиротили двоих детей? Почему не жалеете? Я считаю, что если два человека не любят друг друга, им не нужно быть вместе Нет, это подло, понимаете? Вы, если бы сказали... В любом случае была бы не я Я сейчас... Не надо думать... Нет, мы сейчас говорим не о том, что если бы не вы, то кто-то А мы говорим конкретно о вас сейчас Вот если бы вы сейчас сидели и говорили Ну, я была такая дура, мне было 23 года Я так каюсь, я так жалею, понимаете? Он закрывался в ванну, он, наверное, переписывался с бывшей, со своей... Нет, он с ней вообще не общался Вы ничего не знаете Вы, любовницы, понятия не имеете, что происходит у ваших мужчин со своими женами Они вам говорят, что давно с ней не сплю, давно нет никаких отношений Поверьте, спят, рождаются... Ну, она живет сейчас в Германии, он с ней не общается И тогда на тот момент он не общался Вы не знаете этого ничего Вы этого ничего не знаете Не, ну, вот вы видите, вот прям все четко, прям все четко Я не буду говорить о том, что это в крайней степени аморально и безнравственно Я с Ларисой тут абсолютно согласна Я про другое Вы очень красивая женщина, объективно очень красивая Вы на себя в зеркало смотрите, вы знаете это Но почему не включить рационально? Ведь так много свободных мужчин Ведь со свободным было бы легче строить отношения Наверняка вы очень нравитесь Вы знаете, на тот момент я сейчас могу контролировать свои эмоции Я могу сказать себе нет, развернуться и уйти Тогда я очень влюбилась Как раз-то тот был момент, когда я переехала У меня практически здесь никого не было Поэтому нужно было тридцать в него Она молодая была Ну, понимаешь, если она была, может быть, был такой опыт у кого-то У вас есть два бонуса оставшиеся Традиция и скелет в шкафу Скелет в шкафу Скелет в шкафу Какой уж скелет еще? Машина Не разбираюсь в них, поэтому... Я тоже не учусь Ну-ка, у меня, я бы хотела сказать, что у меня есть кредит Кредит я брала на свой автомобиль и на отдых Опаньки И сколько лет нам и вот еще оплачивать кредит? Осталось три года А сумма какая-то? Бывает много хуже Сумма небольшая А, то есть нужно, чтобы кредит еще погасел Я знаю, что вам нужно переодеться для сюрприза Да, конечно, сейчас переоденусь Ольга и Мария Есть такие беспринципные женщины, которым все равно Которые пойдут по трупам Она пойдет А вы давно Викторию знаете? Она не пойдет Она его не держала возле себя Она ему говорила Если ты хочешь оставаться женой, оставайся Конечно, конечно, воркуя у него на груди Обволакивая его своим глазом Конечно, она это, может быть, и говорила Увести женатого мужчину, у которого есть маленький ребенок и беременная жена На счет два-три На счет два-три просто нечего делать Понимаете? Но если у тебя есть сердце И если у тебя какие-то понятия о морали То делать этого не станет А знаете, почему? Я уже говорила Мужики как куры Отошел на 10 метров Уже вроде как ничей АПЛОДИСМЕНТЫ И вот еще мне, знаете что? Ну, есть вот Девчонка это привирает Ну, красиво привирает Вот съела я это Ну, не сама же с утра пекла Сама Вчера вечером сама И прям так хорошо паковала И вот прямо все тютелька в тютельку И коробку сама покупала Да, и сама ее и делала И сердечки сама сыпала Но, кстати, есть же люди Которые сами реально это делают Это обычная работа Вот как у тебя девочка занимается И она могла преподнести Типа это она пекла А пек вообще совсем другой человек Я честно сказать Мне очень сложно внутренне понять Викторию Потому что если бы она была страшненькая Если бы у нее не было шансов С мужчинами понятно, что в себе Она красивая У нее некрасивый нос кривой Ей бы нужно сделать пластику носа Ну худенькая, да, бледненькая Ну уж прямо от красоты Я в таком бизнесе не ослепла Я могу с тобой в каких-то моментах согласиться Но другие мужчины тоже есть Свободные Ну понятно, блондинка Ну да Давайте посмотрим на сюрприз Раздевайся вы Да нет, раздевать это, думаю, не начинать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, девочки! Проходите с своей подругой в комнату Алексей, что вы скажете? Скажу то, что девушка достаточно красива Умна Амбициозна Есть куда расти Развиваться Остановить свои ошибки Не знает своих ошибок Мании величия Что еще? Ну, присутствует корона Мы снимем корону эту Правда? Конечно Ничего не поняла Это корона У меня нет никакой короны на голове Почему вы так решили? В чем она проявляется? Если я яркая Это не значит, что корона Роза, как тебе невеста? Невеста Классический ликбез Вот Телевидение Пускай показывает Я про ее моральное качество не говорю Вот что значит Мужчина не приходит на одинокую женщину Он приходит на очередь Мы тут про моралку рассказываем Наш жених и говорит Круто Если она тому была Вон какие страсти морда Значит, что-то в ней есть Надо присмотреться Понимаете? Вот что значит Очередь должна Поэтому молодец Без мужика точно не останется Ну уж как жить Это уж не наше дело Мне кажется, вы с ним подходите друг к другу Он не хотел с ней быть Вы оба наворотили Она телец и восходящий лев У нее и солнце Управитель гороскопа в 10 доме На самом деле редко встретишь такое количество факторов Которые закрепляли бы любовь человека к себе Это не просто корона А это человек, который ощущает себя верховным богом В общем пантеоне богов Но я думаю, что на первом этапе Вы можете ее даже заинтересовать Потому что она мужчина вашего типа общения В общем, уважает и любит Но на втором этапе этого общения Она будет чувствовать, что вы как-то мельтешите Больше суетливой, чем это нужно В общем, не идете с ней в одном русле И не живете на одной волне Поэтому я здесь как раз никакой совместимости не вижу Хотя поверхностно, да, это действительно близкие похожие образы Не рекомендовала бы вас друг к другу У него не было никакой эмоции Я у него, конечно, несколько раз посмотрела Почему же? Ты ему очень понравилась Ты ему понравилась, он тебя защищал Но у нас еще есть одна невеста Проходите, познакомьтесь Слава Богу Привет, меня зовут Виолетта Мне очень радует... Очень приятно с тобой познакомиться Предлагаю пройти Спасибо Виолетта, 26 лет Юрист Гордится тем, что переехала из Петербурга в Москву Мечтает получить второе высшее образование Признается, что перед сном смотрит любимый сериал И никогда не вытирается после душа Виолетта готовилась стать женой хоккеиста Но спустя три года отношений поняла, что ее возлюбленный алкоголик Надеется, что Алексей ведет здоровый образ жизни Гореточка, детка, три года вам понадобилось для того, чтобы узнать, что ваш друг выпивуха? Ну не то, что три года Конечно, я изначально это все видела, как мы только с ним познакомились Но очень красиво ухаживал Постоянно делал разные сюрпризы И так как была молодая, мне это все нравилось Закрывала глаза на то, что выпивает Но она какая-то ехидна Она такая сверху, кажется, такая милая Но мне кажется, в глазах у нее какая-то Сейчас посмотрим, что у нее внутри А когда вы уже узнали, молодая девушка, что он такой вот алкач? Почему от него не сбежали? Ну как, на самом деле, ну любила Все-таки это действительно, ну как мне кажется, это была такая прям настоящая Может быть, даже детская любовь себе уже намечтала, что... Да ну ладно, сколько вам лет-то было? Ну сколько? Ну с 20 лет мы с ним начали встречаться Ну какая детская? Уже взрослая девушка И вот вы когда уже узнали, что у нее проблемы, руки не распускал? Руки? Ну нет, руки он не распускал Да я бы, наверное, и не позволила распустить руки А он бы вас спросил, вот эти два метра Тогда бы я точно от него ушла Потому что мне мой папа говорил с детства Что если мужчина хоть раз на женщину поднимет руку То с таким мужчиной не нужно быть рядом Хорошо, ну у вас было настолько серьезно, что вы его познакомились со своим родителями Он, в свою очередь, вас со своими Нет, к сожалению, мои родители живут далеко, да, не в Санкт-Петербурге И мои родители только о нем знали По скайпу Из моих слов, да, то есть и с его родителями я познакомилась Мы вместе праздновали Новый год То есть я ездила к нему домой А он был откуда? Он был из Тольятти Да не могла она быть рядом с мужчиной, видеть, что он пьет и ничего не делать Это модно выходить, вы не замуж за спортсмены? Они богатые Вот, кстати, с вами соглашусь, что, может быть, и мода дала себе знать Ну не знаю, мне он нравился, в принципе, внешне Ну а какой богатый, ты чего? Он форму там купить не мог Ваши родители ему форму покупали Да, был такой момент, да, что когда вот Ну как раз его когда дисквалифицировали за пьянки Да, пьянки до хорошего не доводят Вот, и был такой момент, что он там разругался со своим тренером, да, там руку поднял И его уволили с хоккейного клуба И в тот момент, вот как я сейчас думаю, да, я должна была в тот еще момент с ним попрощаться И сказать, что все, на этом наша love story заканчивается Но, я не знаю, наверное, или воспитание, что должна была, да, ну, не бросить его в трудную минуту И мы жили в моей квартире в Санкт-Петербурге В принципе, за деньги, за мои Нет, у меня своя личная квартира Интересная история, да, какая-то Что-то, что-то Значит, да, не всекла, в общем Через какое-то время у него появилась нереальная корона на голове Потому что уже появились Его снова взяли в какой-то клуб, да? Да, 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 его взяли Он, в принципе, неплохой был хоккеист И кто от кого ушел? Ну, я от него ушла, конечно Ну, в общем, не сложилось с хоккеистом Вам нравится жених? Да, симпатичный молодой человек Мужчина, 38 Вы... Ну, очень молодо выглядит Мы это уже с девочками обсудили Вы хотите ему задать какие-то вопросы? Что-то хотите узнать? Нам стало очень интересно все-таки Что касается денег То есть у вас как, получается, у жены свои деньги А у мужа свои деньги, у вас свои деньги, правильно? Нет, он сказал общий семейный бюджет А, все-таки общий Я тоже должна в этот общий бюджет вкладывать Захочешь – положишь, не захочешь – не клади Да, ну, нет, мне так не... У нас, допустим, все общие Нет, я считаю, что надо оставить себе, ну, и положить туда А вы замужем, девочки? Я замужем, да Я замужем за очень замечательным человеком У меня муж тоже спортсмен, но он хоккейный агент Он не курит, не пьет Ну, может быть, у вас есть дети? Нет Мы ожидаем Чем молоденькие В будущем Вы красавицы Спасибо большое, мне очень приятно Я же сказала, что Алексей выглядит очень молодо Двенадцать лет разницы – это абсолютно нормально, мне кажется У вас есть семейная традиция? Остался один единственный бонус? Семейная традиция – мы с родителями уже в течение многих лет сажаем деревья в нашем загородном доме Каждый год? Каждый год, да Просто так? Ну, почему просто? А называй, да, есть какие-то имена? Да, даем имена Мама представляет, что это, не знаю, ее внуки А есть у вас еще братья и сестры? Да, у меня есть сестренка старшая Родители не будут влиять на выбор жениха? Родители мне доверяют Ну, вот эта манерность ее, конечно, может подкупить его А сюрприз покажете? Ой, стесняюсь, ну, конечно, покажу Алексей, хотела бы для вас прочитать монолог И приглашаю вас на сцену Пойдем Она, конечно, могла бы быть лучше меня Но она смеется не так заразительно И готовит не так восхитительно И смотрит не так презрительно Не так обворожительно, нежели я Она, конечно, могла бы быть лучше меня Если бы научилась по утрам вставать без ления Будить себя всегда в прекрасном настроении И стоять, как я, на высокой сцене Стесняюсь Она просто нервничает Она такая прям красивая, сюрпризная Мне кажется, она такая хорошая, какая-то вся прям добрая Она, конечно, могла бы быть лучше меня Если бы не ревновала, когда к тебе Светы, Катя, Марины И все бы тогда от нее сходили с ума мужчины Так как сходят они от меня Она, конечно, могла бы быть лучше меня Если бы знала все твои дурные привычки Знала все твои заморочки, отмычки И находила выходы из каждодневной стычки Но она не сможет быть такой, как я Я что-то все напорола Прекрасно Спасибо Спасибо большое Спасибо Спасибо, дорогая Проходите Алексей Скромная, приятная девушка Ну, я скромности не увидела Я вижу простую девушку, которая хочет жить в столице Которая хочет выйти правильно замуж Ну и так далее, и так далее Поэтому, мне кажется, пока 26 лет, пока не 36 Нужно ходить замуж, рожать детей И зажить своей собственной жизнью Той, которая будет в потребности идти от нее, понимаете? А не смотреть, как у кого-то Потому что иногда это выглядит комично Потому что она такой плохой глянец Образца 92-го года Что ты скажешь, Василиса? Ну, она сама по себе образца 89-го года То есть родилась в конце 80-х А все и женщины, и мужчины Знака Овен, родившиеся в конце 80-х и начале 90-х Имеют в гороскопе несколько важных аспектов Это квадраты от Солнца сразу к трем медленным планетам И они себя очень плохо знают Потому что они очень разные люди внутри Тут и квадрат Солнца с Ураном Свободолюбие, нежелание никому прислушиваться Тут и квадрат Солнца к Сатурну Который в ее случае говорит о том Что она человек достаточно ответственный И она с мужа будет действительно серьезно спрашивать Может быть достаточно строгой Тут и квадрат Солнца к Нептуну Который говорит, себя плохо знает Не понимает, кто она Не видит себя в зеркале объективно, адекватно И поэтому для 26 лет, на мой взгляд Детской непосредственности было чуть больше Чем можно было бы ожидать Но вот такая девчонка, с которой никогда не будет скучно Она очень веселая, очень добродушная Та, с которой хорошо Ну, застенчивая ты немножко Домашняя Домашняя Ты же не каждый день на экранах мелькаешь Давайте решать Вы без сватов, поэтому мы будем слушать вас А вы нас, если захотите Меня, конечно, Мария восхитила Просто восхитила Мне нравится персона Вот когда я прямо Я думаю, опа, зацепила, я ее запомнила Она необычная Виктория Обычная девушка с длинными волосами Хорошенькая, но не больше Я бы с ней в разведку не пошла Я бы не хотела такую подругу своим детям Виолетта тоже обычная Которая себя еще не нашла И меня заинтересовали больше ее подруги, чем она А Мария клевая Прямо, вот, вы знаете Необыкновенная Конечно, у нас одна такая, Маша Из трех сегодняшних героинь Я сегодня вам посоветовала бы рассмотреть Виолетту На мой взгляд, в ней достаточно и харизмы И того веселья, и легкости, и непринужденности Которые вам нужны И одновременно достаточно взрослости Для того, чтобы показать вам, где вы были Не правы в каких моментах? Роза? Я тоже за Виолетту Обычная, хорошая девочка Без особых историй Детей нет, абортов не было Юриста, образована Родители нормальные Ни у кого не уводила Да, ни у кого не уводила Так что берите и переделывайте под себя Хорошая жена будет, Виолетта Мне кажется, что с Виолеттами не получится А пока вы будете думать Я позволю себе рассказать Про очередной прогноз на ближайшую неделю Эта неделя будет богата событиями Из числа тех, которые обычно находят отражение На страницах скандальной прессы Соединение попятного Меркурия с Марсом в Близнецах Обычно порождает такие ситуации Которые или будоражат общественное мнение Или каким-то образом заставляют людей попадать в просаг Я очень рада за журналистов-новостников Им будет о чем писать на этой неделе Но а всех остальных, кто не хотел бы увидеть свое имя На страницах местной прессы и заливаться краской Я призываю быть осторожнее Слово сейчас как воробей Вылетит, не поймаешь Ну и хочу обратиться отдельно к тем, кто Привык сидеть подолгу в социальных сетях Или в интернете Не поддавайтесь в ближайшие дни на провокации И не открывайте душу тем, кто этого явно не заслуживает Особенно если вы собеседника не знаете Зато в ближайшие дни просто раздолье поля Для тех, кто готов добиваться славы любой ценой Им, тем людям, для которых номерует смерть красна Я призываю задуматься о том, что Ваши дети должны гордиться своими родителями А не вспоминать, как странно и непонятно Вы начинали свой славный путь У вас было достаточно времени, чтобы решить, к кому пойти Мы вас в любом случае поддержим Мария, Виктория и Виолетта Проходите Если тебе, например, захотелось в метро дать взрослому человеку подпопник То можно подойти и пнуть Если тебе захотелось пописать То главное не в глаза взрослому дяди или тете А так на ногу, акистобачка Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать Алексея АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Брошенки, привет! Привет! Виолетта Я думаю, поближе нужно познакомиться Давай, я не против Типа общий город, да? Я думаю, что время найдем и место найдем Конечно И желание уже есть Заградим Так что нам рады У нас есть пара Алексея Виолетта Если вы один Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся Удачи, спасибо! Рамис, 22 года, студент Учусь в лучшем вузе страны Занимаюсь боксом Ищу самую красивую, самую худую девушку Если это ты, то приходи Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте свои отклики с их номерами На сайт